Габриэль Банер Шанель родилась 19 августа 1883 года в городе Самюр на западе Франции и была вторым ребенком из пятерых детей. Семья ее была очень бедной, мать бралась за любую работу, а отец был камевоежером-неудачником и часто злоупотреблял алкоголем. Когда девочке было 12 лет, ее мать умерла, а отец вскоре после этого сбежал, отдав детей в сиротский приют при монастыре. Там все было одинаково серо, безлико и уныло. Но именно это и послужило тем, что подтолкнуло подрастающую девушку Габриэль к мечте стать яркой, свободной и индивидуальной. В приюте Шанель овладела навыками швейного мастерства, и когда ей исполнилось 18 лет, она начала работать помощником продавца в небольшом магазинчике одежды. В свободное от магазина время, чтобы накопить хоть немного денег, девушка подрабатывала в кабаре. Она танцевала и пела свои любимые песни «Ко-Ко-Ри-Ко» и «Ку-Ко-Ко-Ко-Ко». Именно за эти песенки Шанель получила прозвище «Ко-Ко». Однажды в кабаре на нее обратил внимание богатый кавалерийский офицер в отставке Этьен Бальсан. Ему очень понравилась девушка, и Этьен предложил ей переехать к нему в поместье, на что Ко-Ко согласилась. Как-то раз она сказала ему, что хотела бы стать модисткой, но Этьен посчитал идею бредовой, так как в Париже было полным-полно модисток, а Ко-Ко, ко всему прочему, совершенно не имела опыта в подобном деле. Вскоре Ко-Ко завела роман с промышленником из Англии Артуром Кейпелом, имевшим среди друзей кличку «Бой». В 1910 году Артур помог ей открыть в Париже магазин шляпок, и тем самым круто изменил жизнь Ко-Ко Шанель. Не прошло и года, как этот магазинчик переехал в самый центр Парижа, напротив знаменитого отеля «Ритц». Магазин очень быстро превратился в модный салон. В столице Франции Шанель произвела настоящий фурор, и самые первые модницы стали выстраиваться в очередь за новыми шляпками. Но многое в гардеробах тогдашних модниц не устраивала Шанель, и она решила изменить моду раз и навсегда. Она первая сказала «нет» удушающим женским корсетам, освободила женские руки от ношения сумочек, повесив их на цепочки, длинные пышные юбки, оборки и рюши заменила строгими, четкими, простыми линиями в одежде, ввела моду на женские короткие стрижки, дала возможность женщинам носить блейзеры, тельняшки, блузки с короткими рукавами, брюки и обувь на низком каблуке. В 1919 году Артур Кейпел погиб в автокатастрофе, вследствие чего Коко решила облачиться в траурный черный цвет. Тысячи ее поклонниц мгновенно сделали то же самое. Так Коко стала законодательницей в моде черного цвета и маленького черного платья. Спустя 7 лет один американский журнал поставил черное платье от Шанель на одну позицию по популярности и уникальности с автомобилем Ford. В 1921 году Коко познакомилась с парфюмером Эрнестом Бо, и ей пришла в голову идея создать духи под собственным именем. Эрнест работал несколько месяцев и создал около 30 образцов. Все образцы он пронумеровал. При выборе Коко наугад взяла флакончик под номером 5, и аромат ей очень понравился. Так появился знаменитый парфюм Шанель номер 5. С приходом Второй мировой войны Коко Шанель пришлось закрыть все свои магазины. В июне 1940 года один из ее племянников был взят в немецкий плен, и пытаясь его вызволить, Шанель обратилась к своему давнему знакомому, атташе немецкого посольства, барону Гансу Гюнтеру фон Динклаге. В итоге племянник был освобожден, а 56-летняя Шанель вступила с фон Динклаге в любовную связь. По документам тех лет Шанель активно сотрудничала с германским правительством, и она не просто поставляла немцам информацию из Франции, но и официально числилась в немецкой разведке, имея на своем счету более десятка успешно выполненных шпионских миссий. По окончании войны Шанель припомнили все ее контакты с немцами. За ней закрепился ярлык пособницы нацистов. Она была обвинена в коллаборационизме и арестована. В 1944 году по совету Черчилля ее выпустили на свободу, но при условии, что она покинет Францию. Шанель пришлось уехать в Швейцарию, где она жила до 1953 года. В 1954 году 71-летняя Шанель вернулась в мир моды и представила свою новую коллекцию. Однако, былой славой и уважением она добилась лишь спустя три сезона. Коко усовершенствовала свои классические модели, и в результате самые богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами ее показов. Костюм от Шанель стал символом статуса нового поколения. Свой успех она прокомментировала просто – элегантность в одежде означает прежде всего свободу движения. Таким образом, в 70 лет у Коко Шанель началась новая жизнь, и снова она изменила моду, сделав свой стиль доминирующим. 10 января 1971 года Коко Шанель умерла от сердечного приступа в возрасте 87 лет в номере люкс отеля Ритц в Париже, прямо через дорогу от роскошного здания модного дома Шанель. В историю вошло немало известных женщин, но только одна из них сумела изменить облик целой эпохи. Если открыть любую книгу по истории моды 20 века, то наиболее часто упоминаемым именем будет имя великой Коко Шанель. Постоянно действуя вразрез модным течением, Коко добивалась своих побед, разрушая устои и условности. Современники по праву считали ее настоящим новатором и неподдельным гением моды. Она была одним из самых влиятельных и смелых дизайнеров в истории моды 20 века. Это была история Коко Шанель. Подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда смотреть самые свежие короткие истории. Ставьте лайки, пишите комментарии, будьте с нами. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok